МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В селе Калугул цену чистой воде знают. Она у них была на вес золота. И установка счетчиков здесь даже приветствуется. Раньше в село вода шла только по одной трубе. Ее пили и люди, и скот. А когда она высыхала, приходилось носить воду из Джангджола до Нарыка. А сейчас в каждом доме есть вода. Не надо стоять в очереди, ругаться. Канун Нового года у жителей десяти сел Чуйской области сбылась заветная мечта. Здесь реабилитирован резервуар в тысячу кубов. Протянуто свыше 80 километров водопровода. Водопровод в трех Аилахмуту был протянут еще в 60-х годах. С тех пор он отслужил 2-3 срока и лишь сейчас полностью заменен. Сметная стоимость проекта – 108 миллионов сомов. Средства выделены из республиканского бюджета. В течение года система питьевого водоснабжения проведена в 44 села и населенные пункты. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено полмиллиарда сомов. За два предпоследние года в 69 сел проведен водопровод. В итоге на сегодняшний день 65% населения Кыргызстана обеспечено чистой питьевой водой. Из 1819 сел в 584 предстоит построить и реабилитировать системы водоснабжения. В 379 сети вообще отсутствуют. В остальных они построены в 50-60-х годах прошлого столетия. Государство поставило перед собой конкретную задачу. За четыре года каждая семья каждого региона должна иметь доступ к чистой питьевой воде. Определены источники финансирования. Они разные. Поддержку оказывают у многие международные доноры. Одни выделяют средства в виде гранта, другие предоставляют долгосрочные льготные кредиты. Всемирный банк выделит 71 миллион долларов. На эти средства будет построена и реабилитирована система водоснабжения в 117 селах Иссык-Кульской, Чуйской и Ожской областей. За счет Исламского банка развития в рамках первой и второй фаз будет выделено 83 миллиона долларов. Чистой питьевой водой будут обеспечены 154 села в Джалабадской, Баткенской и Таласской областях. На средства Азиатского банка развития в размере почти 33 миллионов долларов воду проведут в 42 села Нарынской области. Со стороны Китайской народной республики тоже привлекаются грантовые средства в сумме 100 миллионов долларов, которые на этот проект мы хотим покрыть потребности Джалабадской области с охватом 105 сел. И на сегодняшний день проводятся переговоры с Евразийским фондом стабилизации и развития при Евразийском банке развития по привлечению средств в сумме 200 миллионов долларов. Расти число и новых орошаемых земель. В этом году цифра равняется 700 гектарам. Вода обеспечена, земель повышена на площади более 1700 гектаров. До 2026 года их станет на 65 тысяч гектаров больше. На государственном уровне реализовываются ирригационные проекты, направленные на эффективное использование поливной воды. Уже восстановлены канал Ахтектыр и ирригационная система Теректала. Сданы в эксплуатацию канала Ахтектыр в Ахсейском районе и Харакштагбос в Хадамджайском районе. Водообеспеченность улучшена на 1600 гектаров земель. Ведется активное строительство канала Сарымсак, что в Харабуринском районе Таласской области. Всего в этом году велось строительство 11 ирригационных сооружений. В Ахтектер в Ахтектер в Ахтектер в Ахтектер в Харабуринском районе строительство канала Молдоньяс. Первым этапом мы из этого объекта 300 гектаров новых хороших земель в этом году даем. А до следующего вегетационного полива еще дополнительно около 600 гектаров повышения водообеспеченности будет. В рамках госпрограммы развития ирригации предусмотрено построить 44 объекта. Для этих целей потребуется 58 миллиардов сомов. Средства изыскиваются как из госбюджета, так и внешних источников финансирования. Сети позволят создать сотни тысяч новых рабочих мест. В основном внимание уделяется сейчас межхозяйственным каналам. Где-то строятся каналы новые, там выделяются деньги из бюджета. Но необходимо сейчас обратить внимание на состояние внутрехозяйственных ирригационных каналов. Потому что на сегодня состояние этих каналов очень плохое. Поэтому где-то 50% воды, которая доставляется фирменам, теряется в этих ирригационных каналах. Одна из первоочередных задач государства – развить сеть дорог, обеспечивающие круглогодичный проезд. Это не дешево, но цель оправдывает средства. Так, в этом году асфальтобетонное покрытие уложено на 335 километрах. Шероховато-поверхностная обработка проведена на 197,5 километрах. Черногравийное покрытие произведено почти на 22 километрах. Агравийное – на 111 километрах. Построено шесть мостов. В каждом районе реабилитировано по 3 километра дороги. А это 140 километров внутренних трасс. Как заявляют в Минтрансе, план на этот год перевыполнен на 110%. Две трети работ реализованы за счет бюджета. Было предусмотрено около 3 миллиардов 800 миллионов сомов. Это с учетом средств капитальных вложений. Привлечены средства и международных доноров. По второй фазе, север-юг, Казарман-Арал, у нас тоже, как вы знаете, там дорог не было. Там тоже сейчас, в настоящее время, дороги полностью, асфальт, покрытие завершены. Планируем сдать в 2020 году, осенью, как завершится у нас мост. Как вы знаете, там у нас мост, эстакадный мост, это длиной 1470 метров. Из них на сегодняшний день 90% завершены работы на моем мосту. А вот на строительство социальных объектов в Госказне было заложено 2 миллиарда 700 миллионов сомов. Из них около 2 миллиардов на строительство 218 объектов. На капитальный ремонт 102 объектов – почти 267 миллионов сомов. На 73 объекта водоснабжения – полмиллиарда. На проектирование соцобъектов выделено 10 миллионов сомов. Всего в списке строительства и капремонта гостроя свыше 400 зданий и помещений. Запланированные на этот год 94 объекта введены в строй. Завершили где-то порядка 103 объекта, это социальные объекты. Из них 47 объектов – это капитальное строительство, 36 объектов – это капитальный ремонт социальных объектов, и 20 объектов – это объекты водоснабжения сельско-населенных пунктов. Из них где-то порядка, в основном, 28 объектов – это новые объекты, это школы. За последние три года по плану мы, можно сказать, на сегодняшний день где-то 250 школ, новых школ мы уже построили. Ведется и пристройка дополнительных корпусов к школам, а их 15. Ориентировочно около 950 миллионов сомов выделяются с единого депозитного счета. Средства туда поступают от борьбы с коррупцией. На помощь приходят и доноры. Арабский фонд выделит 30 миллионов долларов низкопроцентного долгосрочного кредита для строительства 27 школ. Поезд тронулся, и мы видим результаты того, что сейчас у нас ввели несколько школ в эксплуатацию. В конце концов, мы стали ориентироваться на социальное жилье, ориентироваться на детские сады, ориентироваться на то, что наше подрастающее поколение должно учиться. Выделено финансирование на строительство, на проектирование генеральных планов приграничных районов. Аналитики уверены, что 2019 год в плане улучшения социальной инфраструктуры оправдал свое название развития регионов.